итак ну что ж ребят небольшой перерыв окончен продолжаем привет всем кто тут подключился итак взаимоотношения или саппорт погнали начнем с констанции и само собой и юри здравствуй подозрительная госпожа вижу ты работаешь усердно с самого утра я же уже просила тебя не называть меня так да 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 какая нравится прости в любом случае и какое странное заклинание ты плетешь в этот раз отличный вопрос это разновидность заклинания о котором многие мечтали но никто не смог добиться успеха в том чтобы ее создать это революция в магической теории революционное заклинание да ну же узыри это то что может превратить кожаные сапоги в солодку старая исправная форма с новым более сладким вкусом но это определенно нечто я уверен что ты этим прямо разрушишь полностью экономику а почему именно ботинки я была вдохновлена прошу прощения твоим предложением касательно того чтобы лизать ботинки дворян для того чтобы исполнить свою мечту я пошла свои покоя чтобы осторожно попробовать на вкус свои собственные ботинки они оказались менее аппетитными чем я надеялась царян ребята мысли о том что изо дня в день буду лизать подобные сапоги вызвало отвращение но потом я подумала а что если облизывать лизать сапоги и солодки вместо кожаных сделала бы все это испытание гораздо более приятно это не какая-то заурядная копеечная черная магия это нечто новое это черная магия солодки я могла бы облизать ботинки сотни дворян если бы все они были такие же восхитительные на вкус как солодка это область а улайте бота слышь ты чё совсем тупая что ли обычный ум часто обычному уму часто бывает трудно отличить гениальность от идиотизма и поставил передо мной задачу лизать сапоги я бы сказала бы что я справилась с ней весьма успешно да я же конечно же сказал тебе это сделать но я не думал что ты спринешь то что я сказал настолько буквально тогда что что имел ввиду как я должен был это воспринимать разве лизание не считается лизанием разве лизание не считается лизанием если оно приносит тебе еще удовольствие в процессе в основе я имел ввиду что ты будешь что-то типа подчиненной который готова на все как поговорка я даже готова облизать ваши грязные ботинки мой господин понимаешь что неужели из такие развращенные дворянина который находят в этом удовольствие да конечно да конечно я облизываю сапоги я облизываю там разок или три раза в день сапоги в самом деле и разве тебе обливать не тянет конечно же тянет и едва ли есть какое-то достоинство в том чтобы подлизываться так ну ладно разговаривая с тобой это действительно возникает ты прямо особый вид странности я знал очень много дворянин я вам познакомился со многими дворянинами за всю свою жизнь но таких как ты еще не было я имел и просто имел дело с кучу таких людей так что разница действительно тут особая резкая в данном случае у моего таки сок же хотя стоп полагаю что ты формально сейчас не дворянка не так ты имел дело с дворянинами до глубокой ночи постой что ты только что назвал меня странный как же я устал лучше пойти и ложится спать смотри не перетрудись миледи я не давала тебе разрешение уходить его хамство не знает границ обязательно отомщу возможно я разоблачу его дела с дворянинами он еще пожалеет о том некогда развязал свой язык передо мною слушайте я знал что констанция очень интересный персонаж но она продолжает удивлять я не думал что есть еще что-то что может удивить в ней скажем так мягко говоря да да ребят я я понимаю это можно закончить да где не удался все это сделала бы идея констанция хорошая солнечная солнышко на улице да доброго дня господин болтазар вы похоже наслаждаетесь своей свободой должна признать я завидую вас точно хорошая погодка сегодня ладно теперь мне пора идти конечно какая польза человеку столь возвышенному вроде вас проводить время рядом с таким обычным человеком как я вы не беспокойтесь вам больше не придется страдать потому что я сама себя сопровожу отсюда и нужно уж не будь ты такой знаешь мне такие моменты становятся не по себе я действительно стараюсь лана все твое взяла может оставаться хорошо давай поговорим это будет здорово вам не нужно жалеть меня из-за чувства долга который требует ваш статус для вас дворянина который отказался нет для вас кто отказался быть дворянином дабы не быть скованным и ваша истина я была свободна не нужно больше разговаривать со мной выставляя себя на моё попечение да это только что довольно много чего сказал про меня хотя не совсем понимаю что ты имеешь ввиду под дворянскими вещами да да конечно я действительно решил бросить дворянский дом и не возглавлять его но как по-твоему это связано с нашим разговором я уже признался в том что очень хорошо разбираюсь подобных вещах но как бы это не означает что я выставил себя или что-то подобное но извинение это недоразумение было полностью с моей стороны как я подозревал самого начала я не кажусь для того чтобы быть вашим собеседником так все хватит и станет говорить и переворачивать все наоборот просто плюны это и говори со мной нормально ли ты ненавидишь меня до глубины души души о это что-то новенькое но разве эта сцена не не разыгрывается обычно в обратном в обратном порядке ой прости полагаю я слишком сильно поднял свой голос но что ты имел ввиду под обратным порядком а ну обычно это она кричит на вас пока вы пытаетесь уклониться от этого редко можно увидеть как вы теряете хладнокровие пока она остается такой спокойной но разные люди по-разному ладят в разные дни я полагаю в любом случае я обернусь к своим обязанностям господи это стража вообще к месту в его словах есть смысл я действительно мгновение потерял хладнокровие подумать только что я когда-либо повышала на вас голос свой похоже не считает нас настоящими друзьями честно говоря будь то дождь или солнце я не думаю что хоть один день прошел без того чтобы ты плохо со со мной обращалась что за глупости вы говорите я никогда бы не смогла бы зайти так далеко чтобы оскорбить человека вашего происходят происхождения а то забавная девчонка действительно нечто мысль о том что я могу быть забавный смешнее любой шутки который я могу произнести господи знаете когда только она еще для dlc про волков я не ожидал что из констанции будет такой персонаж я ожидал стандартную госпожу скажем не но и как бы серьезная в этой игре просто потрясающий персонаж и то как они раскрываются в подобных взаимоотношений так что у нас тут бальтос и лысин давайте тогда посмотрим бальтос а потом уже к юри хотя стук юри это тот мир медионец приспешник или войну ну вперед и ты говорит что шансы как в пользу наемника он очевидно опытный ах блин вот только я открыл свой большой рот а он взял и проиграл тут я выиграл снова тебя хватит бальтазар черти дери ты выиграл каждый раунд эти бои сфалсифицированы признай это это единственное объяснение не конечно же нет и помимо прочего мы же не на деньги играем мы бы не были настолько глупы правда да и то что на ума и жаней к макет по всяком случае ты сам затеял эту дурацкую игру так что давай покончим с этим ты проиграл так что выкладывать но это должно что но это должно быть что-нибудь вкусненькое что-то что оставить тебя немного уязвимых скажем так зачем я согласился на эти ставки если это полоса неудач будет продолжаться ты узнаешь обо мне очень многое приятель ужасно так посмотрим ладно есть тут одно дело несколько лет назад я столкнулся лицом с лицом к лицу со зверем в каких-то древних развалинах опять это уничтожил руины потом лорд который узнал об этом назначил цен за твою голову ты уже тысячу раз говорил мне об этом хорошие истории заслуживает повторения верно но похоже у меня от действительно закончились и анекдоты как насчет того чтобы я снял свою рубашку и позволил тебе вместо этого насладиться моим телом целых двух минут ой так ладно все не надо как будто мне интересно в сотый раз увидеть твой потный торс вот ладно раз ты закончил все свои хорошие истории то у меня есть к тебе вопрос насчет твоего герба что решил бить по самому больному а почему бы не да это и есть твоя идея переговоров возможно или возможно то просто из любопытства чисто скажи мне как ты на так натолкнулся на такую редкость дару брефтоке на реки дай то уж не он на жимон шоу мотт или акту ахат да насколько мне известно в доме алберих ни у кого нет твоего герба на раку дайва в актин даро умае муны за с чем спрашивать то что ты сам уже знаешь у тебя у самого есть свой собственный редкий герб так что я уверен ты можешь понять если только ты не думаешь что богиня дала нам эти вещи пока мы спали подожди ты что думаешь так тихо 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 я тут тот кто выиграл это паре поэтому я тут задаю вопросы поймал меня так слушай начинается следующий раунд удача вот-вот повернется ко мне лицом я это чувствую давай сделаем тебе одолжение давай сделаем тебе одолжение и дадим тебе возможность наконец-то победить нет нужны позориться еще больше дальше дружище смысл сохранил даже если я ужасен в этом я не могу просто уйти во время серии неудач мне и своя собственная честь да это за ли сакона кейси в тарио митинге на эй бальтис ну-ка смотри эти два нермети он знал что они будут соперниками я вроде как догадался какие мысли довольно крепкий парень мимо прочего он действительно очень быстро встал на своих двоих ногах стойку явно опытный боец его противник норм но он еще показушник и он как бы пытается как раз этим самым и компенсировать то что он еще новичок ну таково мое предположение но и сделал свой выбор спасибо ну первый парень без сомнений это видно за миль отсюда выиграл касси это было быстро и все так как кажется например если бы я сразился против тебя ты возможно бы сделал бы ставку свою пользу то что ты меня одолеет и ты бы проиграл сам что я использовал свою хитрость чтобы обеспечить себе победу любым необходимыми средствами например я подсыпал тебе что-нибудь что-нибудь в виде на для того чтобы так сказать мы были на одном уровне на поле битвы теперь ты понимаешь понятно я буду иметь это ввиду для следующего раза надо все таки проверить этот замечательный совет на дело верно да уж смелый как всегда похоже нам придется продолжать эти игры до тех пор пока ты окончательно не уступишь да а эти двое действительно кажется хорошими друзьями а теперь я пойду к бальтосу что за хрень а вот выиграл октышу прямой маленькой вот и все спокойной ночи думаю это все нельзя пускать таких подонков как вы в грагмах никто не любит нарушителей спокойства поверьте мне это вы не подкрадывайтесь к людям так незаметно это очень грубо ладно можем обсудить ваше отсутствие манер в другой раз почему вы здесь вы чё следили за мной учитель ну да это секрет полагаю не могу винить вас за это с тех пор как кажется что вы убираете врагов с без моего ведома просто она действительно думает что я собираюсь вернуть себе титул она явно не слишком хорошо меня знает и тем не менее она продолжает посылать ко мне этих дураков как упрямая землеройка которой он является это моя мачка мачеха или вот такая у меня мачеха если что ты не упоминала о ней ранее шокировано помните я говорил что мой младший брат унаследовал дом алберих после того как я ушел но он наполовину мой брат его мать скажем так очень преданная ему по крайней мере она так говорит и она сделал для него все что угодно к сожалению у него хватило наглости родиться без герба и вот я стою здесь и в моих жилах чет кровь с редким гербом она убеждена в том что однажды я попытаюсь силой вернуть себе титул совсем с катушек слетела вот так мы можем это исправить не можешь прийти с нее к взаимопониманию не это не стоит усилий будет лучше для всех если я просто приму на себя всю тяжесть ее злобы потому что я прекрасно с этим справляюсь если бы меня не было она бы скорее всего переключилась переключила бы свой взгляд на моего отца может быть даже на моей маме которая сбежала из дому какое-то время назад или может быть мой младший брат стал бы ее мишенью так сказать в благих намерениях я не могу этого допустить но в этом есть смысл и это самое главное ну тем не менее вам стоит держаться подальше от меня если кинжал этого убийцы достанет вас все здесь просто рассыпается на куски и как мне это объяснить потом я могу защитить нас обоих вот это уже серьезные разговоры значит вы меня защитите тоже подумать только что кто-то может стать наряду с возвышенным королем грапплинга и может сказать подобные слова ну я люблю делать ставки поэтому я проглочу на эту наживку давайте-ка посмотрим действительно ли вы намерены защитить меня или это просто слова на ветер окей так вроде бы все нормально давайте погнали так юра и бернадетта ну это юри я должна испариться может быть если я просто свернусь в клубок то сойду за какой-нибудь валун или галек эй бернадетта ты можешь видеть меня ну очевидно это хитрая особая всегда пытаешься спрятаться когда я рядом прошу прощения пожалуйста прости меня если хочешь прощения то объяснись но делай это быстро а то ты всегда болтаешь без умолка ну видишь ли когда я была маленькая моя мама и отец они да ты издеваешься что ли пожалуйста сразу к сути ну ты напоминаешь мне одного из моих друзей кто бы не был это твой друг но он должно было быть кто бы не был это твой друг он не может сравниться со мной это я правда тебе говорю ладно 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 ну и каким был это твой друг то как судя по тому как ты убегаешь и прячешься от меня это был тот еще кусок дерьма ничего подобного он был помощником садовником садовника в нашем поместье мой друг был очень нежным и заслуживающего доверия вообще великолепно ну он был вообще единственным человеком который когда-либо был добр ко мне первая любовь ее походу мы часто бегали по саду играли вместе и почему ты тогда все время убегаешь от меня мне действительно нужно это говорить мы едва ли знаем друг друга ты никогда ничего не должна делать но если ты это не сделаешь у нас с тобой не будет шанса узнать друг друга и ты будешь продолжать избегать меня вечно ну это тоже никуда не годится ладно ладно я расскажу тебе дело в том что из-за меня он попал в беду и после этого я никогда его больше не видела видишь ли мой отец ненавидел просто людиновые когда он узнал что я провожу очень много времени с одним из них ну вероятно он уже мертв и это все моя вина да все из-за меня должно быть он ненавидел меня мне кажется мне это кажется это неправильно ну почему ты так думаешь ну что бы то ни сделала это не сделать его смерть твоей виной и ненавидеть тебя за то в чем ты не виновата это абсолютный абсурд бред какой-то я бы сказал даже ты не прав он определенно возненавидит меня он определенно возненавидел меня если бы узнал да и вообще откуда тебе знать ты что знал моего друга или что-то там вроде ну в некотором смысле верно итак помнишь когда ты была ребенком ты спотнулась держа в руках садовые ножницы и твой друг сильно порезался в результате из-за этого да я помню но откуда ты это узнал если бы я не принес тебе если бы у меня была бы какая-то злость по отношению к тебе то она была вызвана только из-за того что ты порезала меня по лицу этими проклятыми ножницами тогда порезал по лицу ножницами да ну не может быть ну так и есть этот друг это был я бернадетта ну в любом случае рад что наконец-то услышал как ты ко всему этому относишься ну давай позже снова проведем время вместе и поболтаем о старых добрых днях познакомимся друг с другом еще раз так сказать как это случилось как он как вообще да у нее челюсть просто упала да и не только у нее блин я этого тоже не ожидал это было конечно да ну короче кому еще бернадетта у нее еще три взаимоотношения с феликсом о господи сильвен уууу так ребят это нужно срочно смотреть наелась это фруктовое блюдо действительно было прямо в точку ну ладно пора приступил строится где-нибудь поудобнее и заняться шитьем привет бернадетта ты выглядишь очень счастливой что-то празднуешь что нет не вовсе нет расслабься ничего страшного если ты не хочешь мне говорить да ты ты забыла в библиотеке мне кажется ли ты кое-что забыла в библиотеке на полу наполовину написанная рукопись это твоя работа я полагаю и не было либо не было любопытно кому оно принадлежит я прочитал его окажется оказывается действительно очень талантливый писатель ой ой прости я взглянул на первую страницу затем на следующую и просто не мог остановиться я думаю что оно достаточно хорошо для того чтобы ее опубликовать мне кажется нет это действительно приключение которое заставит многих людей как смеяться так и плакать мне нравится что никогда не знаешь какую передрягу попадет герой в следующий раз и прямо умираю от желания прочитать еще закройте и рот кто-нибудь слушай твой рот широко открыт бернадетте бернадетте ты в порядке о прости ой простите кто-то только что только что говорил со мной про эту историю да да это я я прочитал твою книгу о 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 Нет, я думаю, что тут более подходит слово скромное, потому что... Насвалил. И что мне с этой книгой теперь делать? Он действительно прочел ее. Я сожалею обо всем. Даже если я сожгу страницы, я не могу сжечь его память. Нет, если только я... Его тоже не брошу в топку? Нет, это ужасно. Не думаю о таких вещах, Беру. Ой, бля. Я, ребят, сорян, меня это уже порвало. Господи, какие же охрененные тут персонажи. И сочи-одлинки между ними. Все-таки мысли насчет того, чтобы Сидвина тоже сжечь, я не ожидал. Ладно. Идем дальше, Феликс. О, нет. Это Феликс. Он идет прямо на меня. Если я убегу, он будет преследовать меня. Может быть, если я просто... Буду держаться очень... Нет. Может быть, если я буду держаться очень-очень тихо, тогда... Удачи тебе, Сидвина. Ой. Эй. Что бы это ни было, я этого не делала. Плянусь. Если... Если только, конечно, я не обижаю вас просто стоять здесь. Что-то. Это тебе, да? Нет. Вот. Полагаю, это твое. Эй. Команайре? А, это моя сумка? Погоди. Откуда ты ее взял? Перестань задавать вопросы. Заткнись и просто возьми ее. О, нет. Ловушка, это ловушка. Почему ты так себя ведешь? и актерские навыки неужели этот ужас на моем лице кажется вам фальшивым господи ну и девчонка которая является то еще занозной в заднице перевод с оригинала ну ты и сложная перевод с английского возьми это твое нет я не могу твой ледяной взгляд полностью замораживает меня заткнись ты просто возьми эту штуку нет пожалуйста не убивай меня что а кто будет меч у него уже мечур как не я больше так не могу что за странный девушка жизнь таких не видал но она определенно привлекло мое внимание я никогда не ра я никогда раньше не видел такой техники а ему понравилось кстати я все еще должен вернуть и это да я не думаю что link бернадетта нас сможет еще чем-то удивить после прохождения его оригинале и сможет еще как сможет техника скатывающего валуна ой-ой-ой-ой-ой сильвиан и феликс это будет мощно эй феликс освободен выглядишь ты не выглядишь очень занятым давай найдем парочку девчонок с которыми можно было бы поболтать да болтай с ними сам помешаешь мне тренироваться это ладно тебе и на так говорить как долго мы знаем уже друг друга достаточно долго если спросим меня меня мы знаем друг друга только благодаря дружбе наших родителей я не имел права голоса в этом вопросе значит вот оно как все было я помню это скорее так как будто ты всегда ходишь за мной по пятам каждый раз когда что-то было не так ну там ты проигрывал как будто своему брату или там ссорился с димитрием приходил поплакать у меня ты был таким коротышкой и таким честным и даже милым тогда прямо как маленький братик хватит чё я сказал хватит ой прости я просто пришел узнать не хочешь ли ты подцепить каких-нибудь телочек девушек я действительно не хотел тебе действовать на нервы слушай ты уже много лет действуешь мне на нервы я пытался быть терпеливым с тобой но я устал держать язык за зубами ты безрассуден по отношению к своим личным делам и бою ты все время болтаешься все время болтаешь лишь девушка но если мужчина видит красивую девушку он не может просто так пройти мимо нее не сказать ни слова это просто как бы невежливо это просто ненасытный ты когда-нибудь остановишься ну и конечно же практиковаться техника владения меча это не для тебя да ты всегда пропускаешь тренировок ты никогда не задумаешься о том как твои действия вредят другим или как ты их сдерживаешь это никогда не входило мои намерения ну же ты же знаешь что я много более лучше я ведь совсем не такой послушай если я произвел на тебя именно такое впечатление то прости интересные между ними взаимоотношения так осталось гг аж и феликс немного нечто более серьезное после того трэша что было с бернадетты прямо то что нужно было для разнообразия я ну бернадетту нужно будет брать обязательно и в третьей сюжетке там опять новые персонажи профессор поговорим да вы определенно ко мне нисходительные да вы сражаетесь не как наемница а как рыцарь вы жаждете победы чистый простой мальчишин вайский чтеннай к мусире возможно вы сами этого не осознают не осознаете но я это вижу стоит ли воспринимать мне это как комплимент или стоит ли мне воспринимать это как критику именно киши дом на кем не в доме оксана тарин улеваться нет не сону тейдер у рыцарей должен быть хоть какой-то голод но я всегда так думал я царова мазу кендет атака кудок она и они слишком сильно зависят от своих мечей кобусе я асио тска только когда их отбирают рыцарь рассматривать свои руки и и ноги как оружие дана хонлай сенси то ассо арбекде ванай эмону нико давар надо урок оси не мог ходу на и так было с воинами из древности они не были ограничены своими инструментами ассо мэн араба хаджи мекар ассу дан вот главная победа они способ ее достижения это отношение которое нужно принять умае но киньи ссори нить кассе ммонаре уленива коном асс я увидел это в вашем стиле это совершенно очевидно это что-то не кажется похвалой сирка я не буду можете воспринимать это как угодно я полагаю что разница между нами заключается как раз таки в этом голоде но откуда он берет С самого начала я стремился победить, но не смог победить вас. А потом я вспомнил кое-что из того, что вы говорили ранее. Окей. Привет, Мур. Насчет... Устремления. Устремления просто. О твоих... О твоем воспитании. Блин, я вроде бы и то и другое говорю. Именно. Меня учили ценить силу превыше всего. В то время, как у вас была причина, амбиции, толкающие вас к этому голоду. Так что скажите мне, в чем же была причина? Почему вас вынудили стать такой сильной, чтобы выживать, чтобы защитить людей Фолдена? Это, конечно, действительно надлежащий ответ наемника. Так вот, в чем источник вашего голода. Полагаю, я должен найти свой собственный. Я помогу тебе. Мы можем найти его вместе. Если мы хотим поладить, то я думаю, что нет. Я буду рад, если вы продолжите тренироваться со мной. Может быть, это откроется мне, когда я буду размахивать мечом. Ну, удачи. Так, и последний. Что там? Каспар? Ну, Каспар, как бы он есть. Я его поставил там в аттутанту. Но пока что ничего с ним не открылось. О, профессор, я когда-нибудь рассказывал вам о том, что случилось с этими ворами. Ворами. Ну, тот книжный вор, с которым мы столкнулись в городе. Я пошел за ним, и мне действительно удалось догнать его, но... Он убежал. Ты не смог заставить его заплатить за книгу? В каком-то смысле. Я на самом деле решил не заставлять его платить за это. Ну, мои карманы были довольно пусты после того случая, если вы хотите знать правду. Когда я поймал его, я спросил, почему он украл эту книгу. Ну, он сказал, что, по его мнению, за него можно получить хорошую цену. И что ему действительно нужны деньги. У него был больной ребенок дома, и он не мог заплатить за лекарства. Как по мне, звучит как ложь. Он не выглядело достаточно взрослым, чтобы у него был ребенок. Хотя, второй, наверное, лучше было, когда я еще аргумент привел бы. Может быть, вы правы. Но если бы у него действительно был больной ребенок, это было бы вопросом жизни и смерти. Пару копеек, ничто по сравнению с этим. Я скорее поверю в ложь, чем стану рисковать чьей-то жизнью. Если могу ошибиться. И если быть до конца честным, было время, когда я не так уж и сильно отличался от него. Ты был вором? Да. Это было очень давно, и теперь... Я оставил все это позади. Ну да, я был. Мои родители умерли от болезни, поэтому мне пришлось заботиться о своих младших братьев и сестерах. Я делал все возможное, чтобы заработать для них деньги законно. Но я не мог приносить домой достаточно. Поэтому я занялся ворством. Начал с людей на улицах, до магазинов и даже до солдат дошел. Я тоже счастлив, и все равно, все равно, все равно, все равно... Я знал, что это неправильно. Но, увидев улыбающиеся лица братьев и сестер, было слишком большим счастьем для того, чтобы остановиться это делать. Я даже не могу себе представить, каково это было. Это определенно было неправильно. Я действительно сожалею об этой части своей жизни. Я был действительно глупым. Ну, тут с какой стороны смотреть. Но вскоре после этого, как мне исполнилось 9, я прокрался в особняк местного дворянина, намереваясь украсть все, что попадется под руку. У меня было много вещей, но у меня были все возможные ценности. Ну, что действительно привлекло мое внимание. Это крючок с... причудливой, необычной... Фу, крючок. Это книга с причудливой обложкой. Эта книга была Лук и Дева Ветра. Рыцарь на иллюстрациях был настолько впечатляющий, что я просто не мог отвести взгляду И ты украл ее, потому что тебе понравилась обложка? Продолжай Я думаю, вы понимаете, к чему я клоню Через несколько мгновений после этого, как я схватил эту книгу Меня поймали на месте преступления этот дворянин Но этот дворянин был никто иной, как господин Ланата Но Ланата оказался невероятно добрым Не задавая никаких вопросов, он отдал мне книгу и даже деньги Когда я сказал ему, что я не умею читать, он пригласил меня в свой особняк Где мы с братьями и сестрами жили вместе Он лично научил меня, как читать Так что с вором, которого я поймал в городе Я пытался сделать то же самое Быть как господин Ланата Я хочу наверстать все плохое, что натворил И оставить этот мир более лучшим, чем таким, как я его нашел, когда Паша появился в нем Вот почему, даже если это было не просто для моих карманов Я горжусь тем, что мог помочь ему Ты уверен, что поступил правильно? Окей Или же Не слишком ли это Потакание своим слабостям? Или слишком снисходительно к себе Я понимаю, что вы пытаетесь сказать Мой вклад, вероятно, не сильно что-то изменит Я знаю, что у меня нет денег помочь всем, кто страдает от бедности И даже так, я не могу стоять в стороне и ничего не делать А что еще я мог сделать, профессор? Блин, что-то я прям проникся им Действительно, прямо Блин А вы еще предлагали им убить Лана Господина Ланату Ланату Я надеюсь, теперь вы Чувствуете себя плохо, кто предлагал такое сделать Блин, классно, конечно С персонажами Так, ну все, мы закончили пока что Все взаимоотношения Так что можно идти дальше Сюжетное задание О-о-о Днюхал дедуи Класс Что тебе может понравиться? Успокаивающий Что-то, Йоуко Вам что-то нужно, профессор? Приложите Блин Он реально видно, что очень высокий Не вылезает в экран полностью Так, я еще Я еще в тот день начал себя плохо чувствовать Не получилось же Ну да, в конечном итоге не получилось Тем не менее Так, работа вместе Так, он же он готов Ведь умеет Есть Мне не нравятся классные комнаты Я бы предпочел бы учиться Своей Своим собственным темпом О, серьезно? Так, ну окей Наблюдать я не хочу Это было восхитительно Надеюсь, что вы меня пригласите вновь Отлично Так, окей Тут можно остановиться И продолжение следует Аeres Помога Правда Следует Продолжение следует Продолжение следует По